Демографическая ситуация Во многом это является определенным индикатором состояния населения Как оно себя комфортно чувствует Как оно готово воспитывать и рожать детей И также это касается, конечно, и здравоохранения Потому что здравоохранение сохраняет наше здоровье Численность населения тоже очень много факторов И если мы поговорим сейчас об этом То в этом году ситуация еще раз ухудшилась Рождаемость за 7 месяцев снизилась на 4,5% А вот смертность на 7,5% И поэтому у нас естественная убыль населения За первые 7 месяцев Увеличилась по сравнению с прошлым годом в 1,4 раза Свыше 10 тысяч людей Стало меньше у нас жить в нашей республике И здесь еще надо учитывать У нас происходят определенные процессы миграционные В этом году у нас миграционный приток Это хорошо Где-то 1,3 тысячи людей Это прирост населения миграционный Но Дело в том, что 900 человек Это миграционный отток населения Которые уехали из республики в другие регионы России Это свидетельствует о том, что коренное население в республике уменьшается Потому что основной приток населения миграционный Это международный Это Средняя Азия, это Индия Если мы сейчас посмотрим по странам Когда гуляем по Уфе Мы очень много увидим людей Которые приехали из южных стран И это не только Средняя Азия Это уже мы видим, что и Африка И Индия, Пакистан Меньше Китая И когда мы начинаем еще смотреть Вот этот миграционный отток Очень большой миграционный отток Это Училинский район Это можно говорить много Основные пострадавшие от ситуации Это Северо-Восток, Зауралия, Юг Республики И это накладывается также на естественную убыль населения Потому что в некоторых случаях число сокращения численности Больше, чем число родившихся детей Это говорит о том, что во многих наших сельских территориях Людей умирает в 2-3 раза больше, чем рождается Можно спорить, почему люди стали меньше рожать Одна из причин, если касается это сельских территорий Молодежь уезжает Ну, естественно, а бабушки не рожают Это понятная стена И как бы мы ни хотели Если молодежь не будет у нас в республике То и естественная убыль, она будет возрастать Да, у нас много говорят о том, что у нас 90-е годы Провал, да Но дело в том, что мы не извлекли уроков И поэтому мы продолжаем Вернее, как наша численность начинает убывать Из-за того, что мы не принимаем меры То есть, прежде всего, я считаю, руководство страны Руководство республики Это связано, прежде всего, с стимулированием рождаемости Надо учитывать, что нельзя заставить рожать Сейчас очень много говорят о том, что надо запретить child-free Но я бы сказал по-другому Надо наказывать тех чиновников Которые формируют условия для child-free Когда люди отказываются заводить детей Когда женщина не готова рожать ребенка И это очень большая проблема Одна из главных проблем Это разрыв доходов населения Прежде всего, имеется в виду семей Когда мы говорим о семьях с детьми В зависимости от числа детей Разница доходов на душу населения в этих семьях Где-то в полтора раза, в два раза меньше Чем уровень доходов в семьях без детей И когда начинает человек смотреть Первого, как правило, рожает А второй, третий, они начинают думать А сможем ли мы его воспитать? Потому что, как бы мы ни говорили Каждый ребенок требует денег Это и нужно нормально питаться ему Чтобы он рост здоровым Ему надо нормально развиваться Чтобы он мог ходить в кружки И в спортивные секции Это нужно, когда он подрастет И учится Что такое студент, который поступил в Москву? Это где-то 50 до 50 тысяч Так, в среднем Затрат на содержание ребенка Потому что они Иждивенцы А теперь представим двое детей А средняя зарплата Где-то у нас В полтора раза меньше, чем нужно денег Чтобы содержать ребенка Как бы студента И без изысков Государство этот вопрос не решает Наоборот Она стимулирует Вот то, что ухудшение У нас идет Образование в средней школе Она стимулирует Репетиторов И зачастую Чтобы ребенок поступил В хороший вуз Нужно затратить Деньги сопоставимо С коммерческим Обучением В хорошем вузе И это все вместе накапливается И когда Родители смотрят Они говорят Мы не хотим Чтобы наш ребенок Был ущербный Чтобы он Мог себе позволить Тот телефон Который есть у соседа Чтобы он мог ходить На спортивной секции Чтобы он мог Также Участвовать В мероприятиях В платных мероприятиях Школы Потому что Это тоже Кто-то должен оплачивать И это Главная задача Нашего государства В принципе Если взять В целом По России Это порядка Нужно Около 600 миллиардов рублей Это 2% От Годового бюджета Федерального бюджета России Если говорить О республике Это порядка 15 миллиардов Чтобы можно Позволить Было Выплачивать Пособие На третьего Последующего Ребенка В размере Прожиточного Минима Это Также Определенные Действия По выдаче Земельных Участков Которые Не выдают Должным образом И очереди Исчисляются Десятками Тысячи людей Это Это Также Работа В том Чтобы Была Благоприятная Система Для Семьи С детьми То есть Чтобы Когда мама Выходит С коляской Куда-то И пытается Сесть в автобус Я уже не говорю Про наши Трамваи Это же Целые героические Усилия Должны быть У нас нет Этой системы Позволяющей Чтобы женщина Как допустим В других Развитых странах Там есть Специальные Автобусы Которые Позволяют Спокойно Заезжать В автобус Трамвай То есть Низкопольные Так называемые Да У нас В центре Обустроили Что можно Как бы Кататься Ходить По Тротуарам А как Они чистятся Зимой Там Пройти Просто Зачастую Невозможно И когда Это все Люди Видят Они Как-то Не готовы Чтобы У них Появлялся Еще один Ребенок Кто это Должен делать Это должно Делать Наше правительство Как республиканское Так и Российское Потому что Сейчас Получается Так что Уровень Естественной Обыли Если мы Говорим На Уже На тысячу Населения В Ашкирии Убыль Больше Чем В среднем По России Такого Никогда Не было И это Тенденции Последних Лет Раньше В Ашкирии Было Больше Систем Поддержки Семей Чем Сейчас Мне Очень У меня Вызывает Очень большое Сожаление То что Некоторые Чиновники В свое время Я как помню Вице-премьер Иванова Она С радостью Говорила А вот мы Сократили Те и те Выплаты Потому что Мы считаем Что Вот Должна быть Адресна Но Сокращением Этих Выплат Многодетных Тем Они сократили Число Многодетных Число Детей В нашей Республике И если Мы ничего Не будем Предпринимать То Мы Получим Пустую Территорию Лет Через Сто Да Это незаметно Мы Это не видим Сразу Мы это Замечаем Через Некоторое Время Посмотрите Многие Деревни Заброшенные В Башкирии Это Последствия Нашей Политики Которая Не создает Условия Для развития Когда Для Женщин Невозможно Даже Родить В Чувлинском Районе Там нет Роддом Почему Его убрали Потому что Решили Оптимизировать Сократить Затраты Ну и Сокращают Сокращают Прежде всего На детях На простых Людях И Почему Руководство Республики Это делает Понять Сложно Зато Есть У нас Деньги На дворцы Маловостребованные А на школы Которые В школу Кстати Вот если Посмотреть У нас Очень большой Дефицит Школ Прокуратура Представила Предостережение Мэрию Чтобы они Построили Достаточно Большое Количество Школ Потому что Фактически Получается Более Половины Школ Они Переполнены От слова Совсем Там Они работают На пределе Возможности Проектные Мощности Не позволяют Но при этом Правительство Республики Разрешает Без возведения Социальных Объектов Строить Жилье То есть Строится Жилье А Для детей Нет Ни детских Садов Ни школ Это тоже Последствия В том Возникают Потому что Ребенка Надо же И в детский Сад Отвезти Возможность Должна быть И в школу А в большинстве Новостроек Этой возможности Нет И вот это Все вкупе Привело К тому Что у нас Происходит Деградирование И Население Республики Сокращается Редактор субтитров Редактор субтитров